За сухое наводнение, которое обрушивается на Молдову в последние несколько лет, говорят о серьезном изменении климата. Чтобы аграрный сектор меньше от этого страдал в нашей стране, началась реализация пилотного проекта «Поддержка в процессе национального планирования адаптации Республики Молдова к изменениям климата». В число его бенефициаров вошли два сельскохозяйственных предприятия из села Садаклия. Это крестьянское хозяйство Василия Бачу и общество с ограниченной ответственностью Садак Агра. Для участия в данном проекте с юга Молдовы было выбрано два района – Басарабяска и Лёва. Гранты были до 30 тысяч долларов, и контрибуция бенефициара составляла не менее 20% от этой суммы. Для нас, сельхозпроизводителей, которые уже несколько лет страдают от засухи, это очень хорошая материальная поддержка со стороны Австрии. Чтобы разъяснить аграриям района Басарабяска преимущества данного проекта, на полях одного из сельхозпредприятий прошел обучающий семинар. Национальный консультант проекта Григорий Батыро отметил, что в сложившихся условиях фермерам необходимо переходить на современные технологии обработки почвы. «Мы призываем аграриев переходить на консервативное сельское хозяйство. Оно основывается на трёх принципах. Первый – меньше беспокоить землю. Это негативно на неё влияет. Второй принцип – после уборки остатки культур нужно оставлять на полях, а не убирать. Со временем они превратятся в органический материал, который будет сохранять воду в почве. Третий – не засеивать поле одной и той же культурой каждый год. Чтобы соблюдать эти принципы, нужно поменять технику. И данный проект помогает бенефициарам решить проблему с финансами на её приобретение». В ходе семинара были протестированы три сельскохозяйственных агрегата, приобретённых одним из аграриев в рамках проекта. Эти машины предотвращают деградацию почвы, способствуют сохранению в ней влаги, что в итоге позволит получить богатый урожай с меньшими затратами. «Такие агрегаты позволяют хорошо экономить за счёт того, что они быстро и качественно обрабатывают почву и расходуют меньше топлива». В Молдове консервативное сельское хозяйство практикуется примерно на 50 тысячах гектарах пахотных земель.